На любой стадии развития инновационного бизнеса есть свои проблемы. Начинающему предпринимателю обычно требуется работающий продукт, чтобы продемонстрировать его в деле потенциальным клиентам и инвесторам. С разработками в сфере IT все относительно просто. Ноутбук и интернет это почти все, что нужно стартапу. А вот сделать прототип прибора намного сложнее. Для этого нужна обработка металла, электроника, пластмассы. Необходимо либо искать разных людей, которые согласятся это изготовить, либо пытаться все сделать самим. Любой из этих вариантов требует очень много времени и сил. Как помочь инноваторам, знают в технопарке новосибирского академгородка. Оазис советской науки в 20 километрах от Новосибирска начали строить в 1957 году по инициативе академика Михаила Лаврентьева. Здесь нет плотной застройки, а до работы можно добраться пешком или на велосипеде. В академгородке базируется больше четырех десятков институтов Российской академии наук и Новосибирский государственный университет. Академгородок, он кроме того, что это город большой фундаментальной науки, это еще и территория, где с начала 90-х годов, в принципе, успешно развивается инновационный бизнес. У нас этого бизнеса много, и он, в общем, как бы успешен. Но проблема состоит в том, что у этого бизнеса есть очень серьезные неразрешенные проблемы. Решением этих проблем мог бы стать технопарк. О его создании местные предприниматели мечтали еще в начале 2000-х. Но решение о его строительстве было принято федеральным правительством, администрацией Новосибирской области и сибирским отделением РАН только в марте 2006 года. Первой проблемой были производственные помещения. Компании из академгородка ютились и продолжают ютиться в подвалах и полузаброшенных промзонах. Очевидно, что в таких условиях у бизнеса нет возможности сколько-нибудь долгосрочно планировать свое развитие, привлекать инвестиции, закупать дорогостоящие оборудования. Довольно быстро в академгородке вырос новый квартал из невысоких уютных зданий в европейском стиле. Их строительство финансировали сами компании, которые получат собственные офисные и производственные помещения. Вторая проблема – развитие инфраструктуры, которая бы способствовала росту молодых компаний. И здесь в технопарке решили прибегнуть к помощи опытных предпринимателей, которые уже прошли тот же самый путь и, как никто, знают, что нужно для развития. Особенностью нашего технопарка является то, что, как я говорю, знаете, есть такой способ сперва построить колхоз, а потом искать колхозников. Вот у нас все наоборот. У нас есть колхозники, и мы вместе с ними строим этот колхоз. Первым начали создавать приборостроительный комплекс. Представителей ведущих компаний Академгородка привлекли к проекту еще на стадии проектирования. В этом и есть успех Новосибирского технопарка Академгородка, потому что там есть люди, которые на протяжении многих лет и в 90-е годы, когда науке было очень трудно, учились вместе выживать и получать заказы в основном за рубежом. Это люди с подготовленной, хорошей культурой получения заказов. И они знают, они создавали технопарк для того, чтобы им удобнее было получать заказы, эти заказы выполнять, обслуживать друг друга. Один из тех людей, кто разрабатывал концепцию приборостроительного комплекса – Андрей Брызгалов. Основанная им инжиниринговая компания «Унискан» работает с 90-х годов, и он на собственном опыте изучил все сложности технологического бизнеса в России. По его мнению, в этой сфере не нужно стремиться изобретать новые приборы, а потом мучиться с их продвижением. Есть конкретный заказчик, у которого есть конкретные проблемы, соответственно, у него есть деньги, и максимум, что может быть, это кассовый разрыв. Значит, для того, чтобы в эту игру играть, во-первых, нужно создать инфраструктуру, во-первых, не по значимости, а по последовательности. Если у вас нет специализированной инфраструктуры, которая способна обслужить того, кто что-то новое придумал, то он, соответственно, и не может довести свою придумку до какого-то конца. Кстати, сама идея о том, что инноваторам нужно искать уже имеющиеся проблемы и решать их – не новая. Именно так работало объединение «Факел», функционировавшее в Академгородке на заре его существования. В начале 60-х произошли так называемые «Косыгинские реформы», и предприятия получили достаточно большую финансовую свободу. И тогда в Новосибирске, в Академгородке молодые ученые придумали, как эту прибыль использовать в мирных целях. И организовали НПО «Факел». Это очень похожая организация на внедренческий технопарк. В «Факеле» работали тысячи людей по договорам, и обороты составляли миллионы рублей – огромную по тем временам сумму. Но «Факел» довольно быстро потушили. Видимо, слишком он не вписывался в советскую действительность. Большинство из тех, кто впервые попал в здание технопарка, поначалу думают, не ошиблись ли они адресом. В Зимнем саду приятно отдохнуть, можно провести переговоры. Также «Атриум» позволяет обеспечить естественное освещение еще и с внутренней стороны. Каждая дверь в этом зале – это вход в малое, самостоятельное, частное, технологическое предприятие. Предприятие специализировано по этим самым технологиям. Предприятий здесь будет 12. Сейчас работает 5. Оборудование смонтировано еще под 2. И до конца года всего будет запущено 9 из 12. Особенностью приборостроения является то, что для создания продукции нужны компетенции многих людей. Металлический или пластмассовый корпус, микросхемы, блок питания, различные детали – в конце концов, прибор нужно нормально упаковать. Все это делают сервисные компании, базирующиеся в технопарке. Сервисная компания – специализированная организация, оказывающая одну или несколько однотипных услуг. Высокий уровень компетенций в своей сфере позволяет функционировать с минимальными издержками. Часть сервисных компаний была создана при государственной поддержке, часть – за счет частных инвестиций. Это небольшие компании. Их главная задача – улучшать качество работы других предприятий. Вот эта компания работает с листом. Заготовки механические, они бывают двух сортов. Постоянной толщины, то есть листы, и постоянного сечения профилей, трубы, прутки и прочее. Компания «ГАРС» занимается гидроабразивной и лазерной резкой. На этом станке струей воды могут вырезать любую заготовку из листа металла толщиной до 20 сантиметров. На другом похожие операции делают лазером. Предприятие берет заказы любого объема, работает даже с теми, кому деталь нужно сделать всего в одном экземпляре по индивидуальному чертежу для создания прототипа. Оставить заявку вскоре можно будет в интернете. Мы не стараемся работать на крупных покупателей, потребителей, а работаем именно на Белково. То есть наша основная цель – это очень быстро клиенту сказать сроки, сроки и цену. И мы никогда не отказываемся от небольших заказов. Собственно, вот поэтому мы можем своего потребителя к себе подтянуть. Несложный срочный заказ здесь берутся выполнить в присутствии заказчика. Тот, кто сталкивался с необходимостью работы по металлу, еще и штучный, вряд ли поверит. Не поверили и мы, и попросили в качестве доказательства выполнить простую операцию – вырезать на листе металла слово «Технопарк». Вот на изготовление этого изделия с момента появления идеи ушло 22 минуты. Рядом с компанией «Гарс» находится предприятие, которое занимается токарной и фрезерной обработкой деталей. На стенде перед входом – образцы продукции. Внутри – новое оборудование и автоматическая система распределения заказов между рабочими. Эта система позволяет нам избежать распределения работ мастером. То есть каждый рабочий, смотря на экран, знает, какая деталь, в каком приоритете находится, за какую надо браться. И все детали, изображенные здесь, видно на стеллаже. Такой подход экономит технологам время и позволяет лучше расставлять приоритеты. Методику управления позаимствовали у ведущих теоретиков. Это основано практически полностью на идеологии управления, придуманной Ильяху Голдратову. Эта же идеология позволяет структурировать управление предприятием, управление проектами. Мы, естественно, этого в полном объеме не умеем, мы учимся. Но экономика наша показывает, что мы таки учимся. То есть производительность труда растет. Еще одно важное подразделение приборостроительного кластера занимается высокоточной механикой. Такие станки делают детали, в которых важна даже тысячная доля миллиметра. Все аппараты изолированы друг от друга, чтобы вибрации не повредили изделия. Черные квадраты, которые вы видите, это фундаменты, уходящие в глубину на 2,5 метра бетонные. Отвязанные от основного пола. И так под каждым станком. Этажом выше центр прототипирования. Любую идею, которая только витает в голове автора, здесь могут превратить в осязаемую модель из пластика, которую можно показывать заказчику. Сначала создают компьютерный макет. Потом его печатают на 3D-принтере. Затем на основе трехмерного отпечатка создают форму, в которой можно изготовить пробную серию. Такие формы позволяют делать именно мелкие опытные партии будущих изделий. Ресурс формы 20 отливок. Стоимость отливок получается большой. То есть, к примеру, комплект вот таких деталей на это изделие будет стоить порядка нескольких тысяч рублей. Но это плата за мелкую серию. Конечно, традиционная технология дешевле. Одно изделие стоит 20-30 рублей. Но этого эффекта можно добиться только при большом объеме производства. Для этого нужна металлическая пресс-форма, стоимость которой может доходить до миллиона рублей. Для стартапа это слишком большие деньги. Дешевле сделать 3D-модель за 10-20 тысяч рублей и еще несколько тысяч потратить на небольшую партию изделий. При этом инноватору не обязательно знать, как и что делается. При входе в технопарк есть специальный стенд, на котором можно ознакомиться с имеющимися у сервисных компаний технологиями и получить контакты. Перед входом в каждую компанию есть образцы продукции. Можно сходу прикинуть, подходит она или нет. Пока главная специализация технопарка Новосибирского академгородка – приборостроение. Но этим его создатели не ограничатся. Для каждого направления, которое мы развиваем, нужны свои технологические сервисы. Вот здесь любой инноватор-приборостроитель может реализовать свой проект от чертежа до изготовления прототипа и мелкой серии. Вот это проблема, которая мало где сейчас решается, но которая для развития бизнеса является ключевой. Рядом уже обустраивается здание, в котором будут функционировать кластер материаловедения. В проектировании принимали участие бизнесмены из этой сферы. Чуть дальше обшивают стеклянными панелями башни, в которых зарезервировано место для IT-компаний и бизнес-инкубатора. Должен ли быть технопарк специализированным? Это зависит от того, хорошо ли он выполняет свои функции. Если на данной территории, у данного группы компаний есть специализация, то специализация всегда хорошо. Специализация – это углубление, это и получение дополнительной экспертизы, это и однотипные станки, однотипные услуги. Уже в этом году резиденты технопарка, по предварительным прогнозам, выпустят продукции на 12 миллиардов рублей и заплатят примерно 3 миллиарда рублей налогов. Эти показатели возрастут в несколько раз, когда завершится строительство всех помещений и здания заселят новые компании. Создатели технопарка в новосибирском Академгородке надеются, что их опыт поможет создателям аналогичных инфраструктурных центров по всей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова